Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рад представить вам очередную лекцию, говорящую о том, как мы видим будущее нашего общества. Я не боюсь этого слова «коммунистическое будущее нашего общества», но формально это часть лекционного курса, который я представляю студентам Московского государственного университета, межфакультетского курса, который звучит более нейтрально по ту сторону капитала. Сегодня мы будем говорить об отношениях эксплуатации и о том, какие предпосылки для будущего, для коммунизма создает эта система отношений. Ведь разрешение противоречия эксплуатации – это одновременно и импульс движения в будущее. Отношения эксплуатации – это отношения, в которых формируется субъект преодоления капиталистического общества, тот самый могильщик буржуазии, о котором писали еще классики в XIX веке. Вот не о могильщике, а об отношениях, которые должны быть сняты и преобразованы в качественно новые общественные отношения между работником и собственником, которые будут на самом деле одним и тем же экономическим актором, обществом в целом. Вот об этом пойдет и лечь в сегодняшней лекции. Итак, мы начинаем с темы эксплуатации XXI века, «Вопросы о социальной структуре и социализации позднего капитализма позже с интермедией, посвященной культуре и образованию». Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что в рамках этой темы мы с вами остановимся на двух блоках проблем. Первый блок проблем – это структура отношений эксплуатации и существующие виды отношений эксплуатации, потому что капиталистическая система на этапе позднего капитализма – это целый блок различных видов капиталистических отношений, которые по-разному подчиняют человека. Ну и специально остановимся на проблеме эксплуатации креативной деятельности, потому что это самое сложное и самое важное, это самый современный вид деятельности, который использует и эксплуатирует капитал. Давайте начнем с того, что сегодняшняя система – это снятие, но не полное, частичное снятие, частичное реформирование и контрреформирование отношений классического капитализма. Это, с одной стороны, продвижение вперед по пути прогресса и развития внутри капитализма элементов будущего коммунистического общества, с другой стороны, это регресс и в ряде случаев регресс, к феодальным отношениям, которые не просто сохраняются, но и усиливаются, интенсифицируются во многих подпространствах современной общественно-экономической жизни. Часть стран, часть регионов нашей с вами земли – это те сферы, где начинают вновь возрождаться отношения феодализма. Причем речь идет об экономическом пространстве, не о географическом, потому что внутри Нью-Йорка, как величайшего, как величайшего, наверное, типичного города капиталистической страны золотого миллиарда, мы можем найти анклавы бедноты, которые достойны стран периферии. Вот в этом смысле мы можем говорить о возрождении добуржуазных отношений, но об этом чуть позже. Давайте мы остановимся на том, что в рамках этого позднего капитализма развивается целый ряд новых отношений. Я уже говорил, что рождается тотальный рынок сетей, симулякор становится типичным видом новых товаров, развивается виртуальный эффективный финансовый капитал, который приходит на смену деньгам, как товару всеобщему эквиваленту. Ну, на смену, наверное, неправильный опять термин. Это не смена, это частичное снятие, развитие и одновременно подрыв функций денег и как меры стоимости, и как средства обращения. Наконец, мы говорим о том, что эксплуатация становится системой отношений, распространяющихся и на творческую деятельность, и в результате всего этого формируется воспроизводство глобальной гегемонии капитала. Вот так трансформируется система отношений, которая описана в капитале Маркса, и частично, базируясь на работах наших предшественников и наших коллег, в том числе из очень разных стран мира, мы представляем эту систему применительно к 21 веку. Систему отношений категории капитала Маркса, трансформированную, адаптированную к условиям 21 века. Вот это вы можете найти в книге «Глобальный капитал» двухтомники, которые здесь вот на презентации. Итак, какие же отношения эксплуатации сегодня существуют в рамках земного шара? Подчеркиваю, земного шара. Первое. Простейшая, добуржуазная система отношений эксплуатации, в ней экономическое принуждение, элементы крепостничества, рабства, система отношений личной зависимости. Это значительная часть экономики, общественных отношений стран периферии, Азии, Африки, в меньшей степени Латинской Америки, но это одновременно и часть реальности для стран полупериферии, таких как Россия, Бразилия, Турция, и при этом это часть отношений внутри стран центра, того самого золотого миллиарда Западной Европы, Соединенных Штатов, Японии, о которых мы уже с вами упоминали. Здесь возникают отношения, где человек, работник, не является лично свободным в полном смысле этого слова. Речь идет, в частности, о таких формах, как личная зависимость нелегальных иммигрантов от хозяина, который дает им возможность работать, но при этом отнимает гражданские права. В России это происходит буквально. Отнимают паспорт, загоняют в полуподвал, где стоят двухэтажные нары, человек лишен возможности выйти за пределы стройки, на которой он работает, ну или дойти, может, только до ближайшего киоска, если он отправится куда-то еще, его арестует полиция. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, но в Москве постоянно проверяют документы у всех тех, кто имеет немножко другой овал лица или разрез глаз. Вот если я выхожу в майке и джинсах в центре Москвы, не взяв с собой удостоверение профессора, то даже паспорт не всегда помогает, полиция смотрит с большим подозрением. Вот вам, пожалуйста, дискриминация. Элементы такой дискриминации можно найти везде. Сегодня в мире рабов как таковых немного, их порядка 200 миллионов. С другой стороны, вдумайтесь, 200 миллионов человек в 21 веке находятся в состоянии полурабской или рабской зависимости. Есть и другие элементы этих отношений, но сейчас я не хочу уходить в эти детали. Классические формы капиталистической эксплуатации, описанные в капитале, характерны для подчинения капиталу труда индустриальных наемных рабочих. Это сегодня, как никогда, важный пласт отношений и эксплуатации, о чем мы будем говорить чуть позже. Различные методы генерирования и присвоения монополистической ренты и империалистической ренты. Ну, наверное, правильнее даже так. Монополистической сверхприбыли и империалистической ренты. Причем в последнем случае, когда мы говорим об империализме, это не прибыль даже как такова, это именно рента, возникающая в результате огораживания определенных экономических пространств. Подобно тому, как лендлорд огораживал определенные участки земли и затем допускал на них капитал только тогда, когда этот капитал выплачивал ему ренту. Вот такого же рода ренту выплачивает мир корпорациям и странам, которые являются родинами этих корпораций, Западной Европы, США, Япония, отчасти Южная Корея, а сейчас отчасти Китай. И эти корпорации и страны-бенефицары получают вот эту самую империалистическую ренту, эксплуатируя весь остальной мир. Отношение эксплуатации творческой деятельности, это, пожалуй, самое интересное. Я уже сказал, что сейчас мы на этом остановимся. Главное, что при этом пространство, социально-экономическое пространство современной Земли нашей с вами планеты, я подчеркиваю, социально-экономическое пространство нашей планеты, становится своего рода географическим срезом исторического развития капитализма. От первоначального накопления капитала и полуфеодальных форм генезиса капитализма к отношениям классического индустриального капитализма, империализму как монополистическому капитализму и далее современным формам позднего капитализма XXI века. Что из этого следует для анализа предпосылок коммунизма? Ну, прежде всего, общество, в целом человечество, пожалуй, правильнее будет сказать так, именно человечество, в разной степени подчинено капиталу и разнокачественные отношения подчинения и эксплуатации характерны для сегодняшнего социально-экономического пространства. Для сегодняшнего состояния социально-экономического пространства, глобального капитала. Это очень важный вывод. Нет единого рецепта и единой модели решения проблемы, но есть единые сущностные основания для решения проблемы снятия эксплуатации. Еще раз подчеркну, сущность этих отношений сохраняется прежней, но проявления многообразны, различны, и исторически, и пространственно существенно варьируют. Отсюда проблема социального освобождения становится столь же неоднозначной, сколь неоднозначной и отношения подчинения труда капиталу и человека капиталу. Давайте пойдем дальше. Классические формы капиталистической эксплуатации промышленных рабочих – это то, что являлось ключевым пунктом альфа и омегой марксистской теории эксплуатации и, соответственно, предпосылок социальной революции, которая создает предпосылки, политические предпосылки для социально-экономического, культурного, идейного, духовного, наверное, правильнее сказать, в данном случае рождение коммунизма. Вот здесь мы можем говорить о том, что сегодня слой индустриальных наемных работников стал и в абсолютном, и в относительном выражении многочисленен как никогда. Если мы говорим о глобальном капитале, а не только о странах ядра. В странах Азии, в странах Латинской Америки, в Африке, в нашем собственном пространстве России сегодня индустриальный рабочий класс начинает воспроизводиться, поскольку страны полупериферии и периферии, пережив процесс индустриализации в одних случаях, деиндустриализации и новой индустриализации в других случаях, я говорю о России в частности, да, ситуация, когда мы имеем отношение индустриализации и реиндустриализации в странах периферии и полупериферии рождают интенсивно и экстенсивно прогресс индустриального наемного работника, класса наемных рабочих, ну и связанных с ним представителей интеллигенции. Далее, в работах Даниэля Белла и ряда его коллег в России на этой позиции стоял Владислав Иноземцев, возможно, и стоит до сих пор, было принято говорить о том, что развитие сферы услуг приводит к исчезновению класса наемных рабочих. Более того, в конце прошлого века вышла книга «Прощай рабочий класс» «For a world to the working class». Андрей Гортц в этой работе показал, что классического индустриального рабочего класса больше уже, ну не то чтобы нет, но почти нет. При этом, однако, в качестве примера была взята опять Западная Европа и были взяты Соединенные Штаты Америки и Западная Европа. То, что в значительной степени, но не полностью было правдой для стран ядра, не является правдой для мира в целом. Более того, в работах Белла постиндустриальное общество характеризовалось в том числе как общество, где господствует сфера услуг. Однако, давайте разберемся. В этой сфере услуг значительная часть труда носит индустриальный характер, а работники являются индустриальными рабочими. Если мы посмотрим на грузчиков, продавцов, водителей автомашин, операторов различного рода достаточно простых агрегатов, прачечных и так далее, то мы обнаружим очень большой слой наемных рабочих, которые являются придатком того или другого агрегата, той или другой машины, аналогичной станку на машиностроительном или каком-то другом предприятии, тканском предприятии. И в этом смысле, упоминая, скажем, такую цифру, как наличие миллионов водителей, миллионов продавцов, и это одни из самых массовых профессий в России, мы можем говорить о том, что и в сфере услуг существует индустриальный наемный работник. Создает ли он стоимость и прибавочную стоимость, это второй вопрос, на который отвечу чуть позже. Но важно, что мы имеем вот этот новый рабочий класс, который одновременно является старым классическим индустриальным пролетариатом, классом наемных работников. Я пока не буду говорить о том, какие предпосылки коммунизма с этим связаны, давайте посмотрим на сферу услуг. Здесь есть два подпространства, и я хотел бы обратить ваше внимание на этот тезис. Подпространство номер один это та часть сферы услуг или так называемой сферы услуг, сервиса, где осуществляется воспроизводство рабочей силы как главной производительной силы общества. Напомню, классика марксизма это деление производительных сил на два слагаемых основных средства производства и рабочая сила. При этом рабочая сила, способность к труду есть главная производительная сила всякого общества, об этом не раз писали основоположники марксизма. Но дело даже не в том, что они это писали, дело в том, что это так и есть на самом деле. И это доказано прогрессом производительных сил. Вдвойне этот тезис верен для сегодняшнего общества, где человек становится решающим фактором роста производительности труда в гораздо большей степени, чем это было в 19-м или 20-м веках. Поэтому в этой части сферы услуг, в той части, где происходит производство и воспроизводство рабочей силы, способности человека к труду, в этой части создается стоимость и прибавочная стоимость. Но есть и другая часть сферы услуг, где осуществляется воспроизводство капиталистической формы производственного процесса, где человек живет в пространстве внешних, социально-экономических, юридических и знаковых, фиктивных, симулятивных форм экономической деятельности, и где из одной формы производятся другие формы. Один из примеров, наиболее ярких, это производство и воспроизводство вторичных деривативов в финансовой сфере. Ну, попросту спекулятивных ценных бумаг. Такого же рода сферой является создание и воспроизводство товаров-симулякров, бесконечного количества знаков, которые не имеют обозначаемого объекта. Этикеток, которые должны в принципе обозначать более высокое качество, но на самом деле они обозначают просто склонность людей покупать товары именно этой фирмы, потому что эту склонность сформировала реклама, пиар и все остальное. Существует экономика фейков, существует экономика фанатов, фэна, экономи, существует масса таких форм, где создаются фиктивные блага, не имеющие социально-экономического содержания, содержание товара, способствующего развитию производительных сил и прежде всего человеческих качеств. И здесь в этих привратных формах прибавочная стоимость, как и стоимость, вообще не создается, но они приносят прибыль. В этих сферах происходит присвоение той прибавочной стоимости, которая создается в других сферах общества. И происходит присвоение того общественного богатства, которое стоимостью не является, но имеет форму цены. Вот об этой последней части в самом конце нашего разговора об эксплуатации. Связаны с этим определенные предпосылки коммунизма и противоречия, которые должны быть разрешены? Да. И очень серьезные. Прежде всего, мы здесь первый раз подходим к делению экономического пространства на два подпространства. Подпространство, которое я условно назвал бесполезным сектором и подпространство, которое является полезным сектором. Ну, не знаю, тут, наверное, как правильнее показать это при помощи жестов. Полезный сектор это та часть экономики, которая работает на прогресс человека, прогресс общества и развитие производительных сил как предпосылку такого прогресса. Еще раз, прогресс человека, общества и производительных сил как предпосылки развития человека и общества. Если вы спросите меня, что такое прогресс, я вас адресую к тем лекциям, которые я читал в самом начале нашего курса, говоря о методологии исследований предпосылок к коммунизму. Идем дальше. Вторая часть – бесполезный сектор. Это та часть экономики, где создаются превратные формы и симулякры. Симулякры – это слово «симулировать». Вот знаете, как здоровый человек симулирует болезнь. Форма болезни есть. Он взял градусник, потер его, там, 38 температура. А болезни на самом деле нет. Вот так же симулируется польза от сбрендивших товаров. Сумочки за 200 тысяч рублей из пластика. Ну и еще что-нибудь в таком же духе. Не хочу никого обидеть. Поэтому сектор, в котором производятся симулякры, превратные формы, в частности, вторичные деривативы, вся сфера финансовых спекуляций, снятию, я бы сказал, жестче преодолению, уничтожению, только не физическому, ломать здание банков не нужно, а уничтожению социально-экономической формы вот этой. Вот это подлежит уничтожению. И, на мой взгляд, именно уничтожению даже, а не диалектическому снятию. Потому что это то пространство, где создаются механизмы торможения человеческого развития. Ну или, по крайней мере, нечто бесполезное, ведущее к пустой растрате ресурсов, человеческих качеств, природных ресурсов и так далее. Вот здесь очень важный вопрос. Здесь вопрос о том, что часть экономики современного позднего капитализма, часть людей, которые там заняты, должны быть переформатированы. Ну, люди переформатированы быть не могут, могут быть переформатированы к трудовые качества. И не механически, не принудительно, а в процессе переквалификации, образования и так далее. Итак, где могут быть переформатированы экономические формы, и где, может быть, и должна быть произведена переквалификация работников, и где, скорее всего, работники будут либо пассивным, либо активным противником движения к коммунизму. Поскольку за небольшим исключением низового персонала, ну, пожалуй, все-таки большим исключением в численном отношении, за исключением низового персонала, верхушка финансового сектора, маркетологов, девелоперов, риэлторов и прочих замечательных создателей-симулякров окажется, скорее всего, по ту сторону баррикад в борьбе за коммунистическое будущее. Баррикад, я в данном случае имею в виду не в буквальном, а в социально-экономическом смысле слова. Это важный вывод. Соответственно, по эту сторону, в пространстве создателей, креаторов коммунизма, окажутся все те, кто создает общественные блага, способствующие развитию, давайте скажем, не обязательно общественные, может быть, и частные блага, кто создает блага, способствующие прогрессу производительных сил и развитию человека. Это будут учителя и врачи, рабочие, инженеры, программисты, в той части, в какой они заняты, в полезном, а не бесполезном секторе и так далее и тому подобное. Часть художников, часть ученых, часть педагогов окажется включена, то есть та, которая включена в привратный сектор, не вся, безусловно, люди разные, но по преимуществу будет ориентирована на нечто противоположное. Это не главное для наших тезисов, но это важный компонент. А вот главный компонент, вернемся назад, это массовый слой промышленных рабочих. Они по-прежнему остаются той базой, социальной базой, которая заинтересована в качественном изменении общественного строя. Почему? По двум причинам. Первая причина была названа в предыдущих лекциях. Они субъекты обобщественного материального производства или продолжающего его производства сферы услуг, где создается стоимость, где создается общественное богатство. Они часть обобщественного производства, которое предполагает возможность и необходимость планомерной непосредственно общественной организации. Это раз. Два. Они являются объектами эксплуатации. Капитал присваивает часть созданной ими стоимости, прибавочной стоимости. Капитал подчиняет их в процессе труда, делая их труд отчужденным. Капитал отчуждает от них результат труда и содержание труда. Капитал отчуждает от них даже саму сущность человека, происходит самоотчуждение. Наемный работник на себя смотрит, как на носителя рабочей силы. Не как личность, которая создает общественное богатство. Не как того, кто может и должен гордиться своим трудом, а как на марионетку, предаток конвейера, станка, чей труд отчужден, и где он создает то, что нужно собственнику капитала, чтобы получить прибыль, и то, что он не рассматривает как создание общественного блага ради прогресса общества. Такое отчуждение господствует, но, слава богу, не всегда абсолютно. То, что оно господствует, подсказывает даже статистика. По данным социологических исследований в Соединенных Штатах, большая часть наемных работников считает твой труд бесполезным с точки зрения общества и относится к нему отчужден. Вот эти параметры, классические параметры преодоления эксплуатации как присвоения прибавочной стоимости капиталам. Раз. Точнее, два. Раз. Это об обчисление производства, об обчисленный труд, коллективный труд работников в материальном, индустриальном производстве и социальной сфере, которая продолжает, в сфере услуг, которая продолжает это материальное производство. Два. Это возврат обществу той прибавочной стоимости, которая создается наемным работникам, который присваивает капитал. Три. Это преодоление подчинения труда капиталу и преодоление отчуждения труда и его продуктов от человека. Вот это те сверхзадачи, которые должен решать коммунизм. Но не забудем еще и о том, что существует чуть-чуть, еще раз вернемся назад, рабские формы личной зависимости. Эти формы тоже подлежат снятию. И про это нельзя забывать, потому что в тот момент, когда мы про это забываем, и это чудовищная инверсия левого движения, возникают интенции решения проблем индустриальных рабочих, скажем, за счет иммигрантов, или за счет тех, у кого другой цвет кожи, или за счет тех, у кого другой разрез глаз. И вот такого рода консервативный, чреватый фашизмом, национал-социализмом, расизмом, вариант решения проблем капитализма, принципиально вредоносен, опасен, я бы сказал, преступен. И считать его разновидностью левой повестки дня может только человек регресса. Я выбрал очень мягкую формулировку, чтобы не использовать в академической лекции жестких эпитетов. Итак, преодоление всех форм внеэкономического принуждения. Раз. Преодоление капиталистической, классической капиталистической эксплуатации. Два. И при этом учет деления экономики на два сектора, полезный и бесполезный. Три. Давайте пойдем дальше. Вот здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что преодоление формального и реального подчинения труда капиталу предполагает еще один компонент, о котором я не сказал. Преодоление не только формы капиталистической, снятия наемного труда, наемной формы труда, но и преодоление зависимости человека от капитала, как машины, от капитала, как системы машин, от конвейера, от станка. Прежде чем сказать об этом, два слова все-таки о преодолении формального подчинения труда капиталу. Здесь есть еще один очень важный аспект, на который часто не обращают внимания. Ведь дело в том, что для коммунизма недостаточно вернуть прибавочную стоимость наемному работнику. Принципиально важно, чтобы было преодолено, снято, позитивно разрешено противоречие между наемным трудом и капиталом. А это не просто возврат прибавочной стоимости наемному работнику. Это преодоление наемного труда, отчужденного от средств производства, и преодоление частной собственности на средства производства. Иными словами, когда мы говорим об уничтожении буржуазии как класса, мы говорим об уничтожении пролетариата как класса. Это постоянно подчеркивает любой творческий, да какой творческий, просто грамотный марксист. Любой грамотный марксист скажет вам, что уничтожение частнокапиталистического присвоения есть уничтожение класса наемных работников. Наемных работников нет в той же мере, в какой нет буржуазии. Буржуазии нет в той же мере, в какой нет наемных работников. Это две стороны одного противоречия, которые друг без друга не существуют, хотя они антагонистически противоречат друг другу. Разрешение этого противоречия – снятие и того, и другого. При этом, когда наемный работник превращается в ассоциированного работника и со-хозяина средств производства, он перестает быть представителем класса наемных работников. Точно так же буржуа, в тот момент, когда он перестает быть собственником капитала и превращается в директора завода, он перестает быть буржуа. И в этом смысле это уничтожение буржуазии как класс. Это уничтожение буржуазии как класс и пролетариата как класса может идти двумя путями. Мирным, демократическим, что, собственно, предлагал еще Энгельс, если я не ошибаюсь, в одном из писем Марксу, да и в других материалах. Когда и Маркс, и Энгельс говорили о том, что если можно от капитала откупиться, то и слава богу. Могу привести другое свидетельство. Мне довелось тут беседовать с бывшим советским директором крупного предприятия, который стал ключевым акционером этого предприятия, но человек с достаточно прогрессивными взглядами. И он сказал, что я вообще являюсь сторонником перехода к социализму. Если победит социализм, то я попрошу работников моего предприятия, социалистическое государство, разрешить мне остаться директором, поскольку я хороший специалист, хорошо знаю организацию производства. Ну или, в крайнем случае, главным инженером или консультантом. Вот, пожалуйста. Он предлагает уничтожение самого себя как капиталиста, без всякого насилия. Это идеальный вариант. В условиях вооруженного сопротивления и антиконституционных действий со стороны буржуазии, естественно, возможны и ответные действия со стороны легитимной, подчеркиваю, власти. Почему легитимной? Да потому что, если большинство общества поддерживает новое социалистическое государство в его деятельности по реализации социалистической программы, в частности, социализации об обществлении. Ну, социализация, так сказать, англоизированной, англицированной, как правильно сказать, видите, заговорился. В общем, слегка английский вариант термина об обществлении. Социализация по-английски. Итак, продолжим наш разговор. Снятие реального подчинения труда капиталу – это гораздо более сложная задача. Это проблема перехода к творческому по своему содержанию труду. Потому что труд человека, который заворачивает гайку на конвейере, труд человека, который вставляет какой-то шпунтик вместо робота, агрегат при сборке компьютера или часов. Человек, который даже стоит у станка, но выполняет рутинные обязательства, рутинные операции, этот человек подчинен, даже если нет капиталистической формы, мертвому труду, станку, конвейеру. Он не выступает как свободный человек-творец своей деятельности. Он делает то, что задано технологией. И реально он подчинен вот этому мертвому труду. При капитализме этот мертвый труд находится в собственности капитала. И это подчинение капиталу. Но даже если этот мертвый труд будет принадлежать государству, представляющему интересы трудящихся, подчинение труда вот этому живому труду мертвому сохранится. Это то, что должно быть снято. И в этом смысле без преодоления реального подчинения живого труда мертвому двигаться к коммунизму невозможно. Или точнее по-другому я сформулирую. Точнее сформулирую. Двигаться к коммунизму можно в той мере, в какой мы преодолеваем подчинение живого труда мертвому труду. Это не единственное, недостаточное, но необходимое условие продвижения к коммунизму. Отсюда очень важный тезис. Принципиально важно продвижение к обществу, где мы перейдем к безлюдному автоматизированному производству, а человек будет выполнять творческие функции. Это еще одно обоснование того, что материально-технической базой коммунизма является безлюдное умное производство и человек, который включен в творческую деятельность. Давайте вернемся к капитализму. С эксплуатацией и воспроизводством эксплуатации, во всех ее ипостасях, которые я только что перечислил, связано то, что в современных условиях происходит как минимум относительное, как максимум абсолютное обнищение трудящихся. Этот закон капиталистического накопления вывел Маркс. Он показал, что прогресс капитала ведет к тому, что богатство на одном полюсе в руках капитала растет, а то, что оказывается в руках наемных работников, доходы, качество жизни наемных работников, ухудшаются и уменьшаются либо относительно по сравнению с капиталом, либо абсолютно. В условиях социал-реформизма, я об этом сейчас скажу чуть подробнее, относительно ухудшение положения работников сохранялось, и, кстати, иногда даже его не было, а вот абсолютно не было правилом для стран-центра в условиях социал-реформизмской модели капитализма. В условиях, когда возникла новая неолиберальная волна после распада мировой социалистической системы СССР, стало практикой и реальное ухудшение положения рабочего класса, причем во многих странах ядра, а не только на периферии и полупериферии. В Соединенных Штатах средняя почасовая зарплата рабочих не растет уже не одно десятилетие. Даже в среде интеллектуалов поколение детей моих одногодков живет едва ли не хуже, чем жили они. Я говорю о преподавателях, научных сотрудниках, то есть о не самых бедных людях в Соединенных Штатах Америки или в Западной Европе. Ну и очень хорошо известно, в том числе из работ не марксистов, таких как Пикетти и его коллеги, целый институт писал книгу «Капитал в 21 веке». Капиталом Маркса там не пахнет, теория Маркса там изложена очень неточно, это самое мягкое выражение, которое я могу использовать, но при этом есть много цифр, которые доказывают, что идет поляризация богатства и поляризация доходов, и эта поляризация продолжается уже не одно десятилетие. Давайте пойдем дальше. Значит, что касается капитализма 20 века, монополистического капитала, то здесь начинается система многоступенчатого перераспределения прибавочной стоимости и связанной с этим противоречия капитализма. Прибавочная стоимость перераспределяется в пользу того, что мы называем развитыми странами, я бы сказал стран ядра, стран метрополий, и она уходит из остального пространства человечества. Но и в самих этих странах она перераспределяется в первую очередь в пользу монополистического капитала этих стран, крупных корпораций в форме монопольной сверхприбыли и последующим перераспределением в пользу финансового капитала, о чем чуть позже, но и, соответственно, с двойным, а то и тройным бременем эксплуатации наемных работников стран периферии, полупериферии, или, как раньше мы говорили, развивающихся стран. Ну и, наконец, последний вот этот пункт, обратите внимание в рамках данного слайда, последний пункт, это перераспределение прибавочной стоимости в пользу финансового капитала. Господство последнего – это вывод Владимира Ульянова, Розы Люксембург, Рудольфа Гильфердинга, Николая Бухарина еще начала 20 века. Следующий пласт подчинения труда капиталу – это изменения, которые я бы назвал прогрессивными. Это результат борьбы наемных работников, левых политических сил, социальных объединений, социальных движений, общественных организаций, кстати, институтов гражданского общества, только не пробуржуазных, а контрбуржуазных, прогрессивных, левых институтов гражданского общества за реформирование капитализма. Как вы знаете, мировая революция в 20 веке не победила, хотя была целая волна революций, тех, которые побеждали, тех, которые терпели поражение. Я люблю напоминать об этом, потому что у молодого поколения далеко не всегда живет память об этом. Это не только революция 1917 года в Российской империи, это революция 1918 года в Германии, это революция 1919 года в Венгрии, они потерпели поражение. Это победа красных сил, ну, пожалуй, левых сил в целом, включая анархистов, социалистов в Испании на выборах 1936 года. Мирная революция, начало социалистического строительства в результате парламентских выборов. Вообще говоря, классический образец вот этой мирной победы, социалистической революции. Другое дело, что буржуазия, причем мировая буржуазия, не боюсь вот этого слогана, ответила на это фашистским путчем. Над всей Испанией безоблачное небо, страшный пароль, который вызвал к жизни войну, гражданскую войну в Испании. И здесь вместе с испанцами сражались добровольцы из Соединенных Штатов Америки, из других стран Европы, из Советского Союза. Это была международная борьба с международным фашизмом, международным капиталом в его самой страшной форме, форме фашизма. Революции в Китае уже после окончания Второй мировой войны, до этого победа левых сил на выборах во Франции накануне Второй мировой войны, революция на Кубе, революции во многих странах Третьего мира, которые провозгласили дорогу к социализму. Да, эту дорогу не удалось пройти, с исключением Кубы, наверное. В Китае очень интересные и сложные трансформации противоречивые, но тем не менее, 20-й век был веком революций, которые далеко не везде победили, в конечном итоге, да, мировая социалистическая система ушла с исторической арены, но мировая реформа, во всяком случае, в 20-м веке победила. Это мировая реформа, завоеванная и рабочими, и интеллигенцией, и общественными организациями, и левыми политическими партиями. В первую очередь, я подчеркну это, во многом со мной, я думаю, то есть даже не так, многие со мной согласятся, многие нет, но я подчеркну, что главной силой этой победы, авангардом этой победы, были коммунистические партии, со всеми противоречиями коммунистического движения 20-го века. Итак, что произошло в результате? В результате возникли элементы коммунизма внутри капитализма. Это не было подарком со стороны капитала, не было подарком со стороны капиталистического государства. Это было результатом очень тяжелой борьбы. Даже элементарные завоевания типа 8-часового рабочего дня, они сейчас кажутся элементарными, они политы кровью рабочих, которые в 19-м веке в Европе, в Соединенных Штатах боролись за это великое изменение в трудовых отношениях. Но дальше это целый ряд шагов по направлению коммунизма и целый ряд предпосылок. Я о них говорю, потому что чем больше мы будем бороться за такого рода реформы, тем ближе мы будем продвигаться к коммунизму. Лозунг «чем хуже, тем лучше», «чем хуже людям, тем ближе к коммунизму», потому что предпосылки для взрыва больше. Это лозунг классический, то есть типично не марксистский, антимарксистский. На самом деле, чем более организован, чем больше опыт организации, борьбы в сфере социальных реформ, тем легче, эффективнее и более мирной, более конструктивной будет будущая революция, качественные изменения общественно-экономической системы, которая, еще раз говорю, может идти парламентскими методами, может идти иначе. Итак, что произошло? Ограничение эксплуатации в узком смысле слова. Ограничение присвоения абсолютной прибавочной стоимости, которая достигается за счет увеличения рабочего дня. Рабочий день сокращен в результате борьбы с 14, а то и 16 часов без выходных до 8 часов, сейчас 40-дневной рабочей недели, в ряде случаев 36-часовой рабочей недели. Очень большое достижение. Ограничение доходов буржуазии. Перераспределение части прибыли в пользу буржуазного государства. Это буржуазное государство дальше, в той мере, в какой оно все-таки частично контролируется, снизу, используют эти средства не только для бюрократических расходов, не только для различного рода преференции к капиталу. Это все есть. Не только для гонки вооружений. Это тоже есть. Но и для того, чтобы обеспечить бесплатное школьное образование, в каких-то странах частичное или по преимуществу бесплатное медицинское обслуживание, обеспечить высокий уровень социальных гарантий, минимальная заработная плата в странах Европы составляет примерно 1000 долларов, 1000 евро, наверное, все-таки. Где-то 800 евро, 1000 долларов. И это, да, результат присвоения монополистической и империалистической прибыли империалистической ренты, но это и результат того, что часть доходов крупного капитала перераспределяется в пользу граждан. Я приведу только пару цифр в сравнении с Россией, где нет, где слабо развиты социальные государства. Есть, но очень слабо развиты. У нас число миллиардеров, долларовых миллиардеров на душу населения одно из самых высоких в мире. Первое, второе, третье места мы занимаем на протяжении последних лет. По числу долларовых миллиардеров на душу населения. А по уровню минимальной заработной платы мы находимся на 50-м месте в мире. Это по паритету покупательные способности и, честно говоря, это большое преувеличение. Реально ситуация еще хуже. Если бы ситуация была другой, да, вот в странах Европы миллиардеров намного меньше на душу населения, чем в России. В том числе за счет прогрессивного подоходного налога, налога на роскошь и многих других мер. Происходит коррекция формального и реального подчинения труда капиталу. Формальное подчинение – это когда капитал полностью хозяин в трудовом процессе. Работник ему стопроцентно подчинен. Да, это в основе своей сохраняется. Но в результате борьбы тех же профсоюзов и левых партий в ряде стран Европы отчасти в определенных периодах, видите, как я аккуратно говорю, но это не случайно, действительно так и есть, отчасти в определенные периоды работники участвуют в управлении. Бизнес более прозрачен. Есть возможности профсоюзов отчасти некоторые параметры деятельности бизнеса контролировать. В условиях 60-70-х годов наступления левых эти возможности были больше. Сегодня эти возможности в условиях отступления левых меньше. Что касается... Есть формы участия работников в собственности, планы передачи акций работников. Они носят на половину, в значительной степени, эффективный характер. Но частично утопки капитала налицо. И об этом забывать нельзя. Ну и, наконец, элементарные формы охраны труда, техники безопасности, создания нормальных условий труда. Это все тоже борьба против абсолютного подчинения труда капиталу, против реального подчинения труда капиталу. Есть здесь предпосылки для коммунизма? Есть. Это те реформы, которые создают предпосылки будущего, показывают ростки будущего и учат нас бороться за это будущее. Пожалуй, я сегодняшнюю лекцию вынужден буду разделить на две части. Видите, у меня все не помещается. Слишком подробно рассказываю, но мне кажется, это важно. Что важно? Что в условиях контрреформ конца 20-го, начала 21-го века в процессе вступления капитализма в неолиберальный этап, период неолиберальных контрреформ произошли попятные исторические движения. Историческое время стало двигаться в попятном направлении. Начался регресс социально-экономический, культурный и так далее. И в результате этого происходит рост социального неравенства, снижение налогового вложения крупного капитала, сокращение социальной сферы, коммерциализация социальной сферы. Возникают гибридные формы. Я чуть-чуть отвлекаюсь от такого насыщенного материала. Расскажу маленький пример. Мои товарищи в Германии по дороге на социальный форум рассказывали о том, что сегодня в ФРГ социальная служба, например, уборка помещений в домах, на улицах устроена следующим образом. Деньги на это выделяются из бюджета. То есть это, в принципе, финансируемое государством поддержание чистоты в интересах всех граждан, живущих в том или другом микрорайоне. Но как это делается дальше? Раньше государство, государственная организация нанимала работников, которые осуществляли эту уборку, а государственная организация находилась под контролем местного самоуправления. Сегодня ситуация другая. занимается организацией всего этого бюрократическая контора, которая отдает деньги в качестве подряда коммерческой фирме немецкой. Коммерческая фирма приглашает рабочих на аутсорсинге. То есть, понимаете, в Германии платить, скажем, меньше тысячи с чем-то евро работнику нельзя. А вот в Молдавии или на Украине или в России без проблем. В результате они не нанимают русских, молдавских или украинских рабочих. Они заключают договор с российской фирмой, которая им временно сдаёт в аренду российских рабочих, которые работают на российскую фирму. Вот в результате операции такой рабочим платят несколько сот, 500-600 евро, что для бедных людей из России, Молдавии, Украины, а иногда даже Польши вполне приличные деньги. Вот так срабатывает эта система. Иногда посередине возникают турецкие предприниматели, которые вообще нелегально нанимают российских иммигрантов. В результате качество работы ухудшается, зарплаты нищенские. С одной стороны бедные, с другой стороны грязь в Германии. В Германии грязь. Вот эта неолиберальная модель раскачивания социального государства, за которое боролись, отдавая жизни, причем буквально, а не фигурально, рабочие, инженеры, интеллигенции, коммунисты, социалисты, профсоюзы, экологи и так далее на протяжении десятилетий. Дальше встает вопрос о природе капитала в современных условиях, ибо в работах еще второй половины двадцатого века появился новый тренд. Ну, прежде всего, в работах критиков марксизма. Говорить о том, что частного капитала как такового нет, поэтому отношений, противоречий между капиталом и буржуазией нет, а есть пенсионные, страховые, инвестиционные и так далее, фонды, за которыми стоят банки, и в пенсионные фонды деньги вкладывают все граждане, в страховые фонды все граждане, в банках лежат накопления всех граждан, включая наемных рабочих, поэтому отношения эксплуатации пропали и капитал пропал. Ситуация такова, что эти эксплуатации исчезли, поэтому все противоречия разрешены. Для такого рода позиции были некоторые формальные основания, подчеркиваю, не причины, не реальные основания, а некоторые формальные основания, в период социального партнерства, такого социал-реформизма. Тогда действительно росли доходы трудящихся в результате той самой борьбы, о которой я говорил, о чем я не устаю повторять. И рост этих доходов привел к тому, что да, граждане брали кредиты, наоборот, инвестировали деньги в различные проекты, хранили сбережения в банках, направляли их в инвестиционные фонды, страховали свою жизнь, откладывали деньги в пенсионные финансовые институты, направляли деньги в пенсионные финансовые институты. И там сосредотачивались деньги не только крупного капитала, но и граждан. Однако, доминирование крупного капитала сохранялось. Более того, и в тот период, а особенно в условиях неолиберального реванша и финансиализации, возникла страшная ситуация, когда практически все средства и малого бизнеса, и незначительные средства граждан, и значительные средства капитала реального сектора, и даже деньги банков стали сосредотачиваться в финансовых институтах спекулятивного характера, и в этих институтах ограниченный круг лиц, тех, кого называют инсайдерами, то есть топ-менеджеры и мажоритарные акционеры, крупнейшие акционеры, контролирующие информацию, контролирующих кадровые решения, контролирующих управление, контролирующих в конечном итоге права собственности, вот весь пучок прав собственности, вот этот кулак очень ограниченного круга лиц оказался собственником, реальным собственником, неформальным, реальным собственником финансовых и других капитальных ресурсов едва ли не всей страны. Вот именно тогда, отразившие это люди сформулировали лозунг «Нас 99% и только 1% вот этих крупнейших собственников контролируют и эксплуатируют практически всех». Я об этом говорил, когда говорил о власти финансового капитала. Здесь возникает новая противоречия. Противоречия уже не только наемных рабочих и собственников капитала, но противоречия всех граждан 99% подчиненных финансовому капиталу и 1%, который контролирует экономику, контролируя финансовый капитал. Это то противоречие, которое мы обязательно должны иметь в виду. Давайте пойдем дальше. Можно ли говорить о диффузии капитала на этом основании и о возникновении посткапитализма, как об этом писал Бракер и целый ряд других авторов? Только в той степени, в какой реально происходят социально ориентированные реформы внутри капитализма. Сегодня происходят контрреформы. Но даже если эти реформы происходят, то в этом случае происходит некоторое частичное формирование переходных отношений, в которых есть элементы будущего коммунизма и сохраняется рыночно-капиталистическое основание. Еще раз подчеркну. Переходные отношения, которым господствует рыночно-капиталистическое основание и возникают элементы будущего коммунистического общества. Но это переходные отношения, возникающие в результате борьбы и успешных социально ориентированных реформ. В условиях неолиберализма и контрреформ это размывается, и мы оказываемся в обратной ситуации. На презентации вы можете посмотреть на слайдах про пенсионные и прочие формы. Те тезисы, которые я сформулировал в более таком публицистизированном виде. Здесь вы сможете посмотреть, что именно происходит. И обратите внимание на то, что приватизация социальной сферы очень существенно увеличивает основания для вот этих противоречий. В результате капитал через вот эти фонды, которые выглядят пенсионные, инвестиционные, которые выглядят как диффузия капитала, на самом деле усиливают концентрацию капитала и присвоение капитала узким кругом приватных лиц, частников. Промежуточные выводы, которые я хотел бы сделать. В современной глобальной экономике одним из основных источников образования капитала остается прибавочная стоимость. И эту прибавочную стоимость создает, как никогда, многочисленный класс наемных работников, причем не только в сфере индустрии и сельского хозяйства, но и в той части сферы услуг, где осуществляется воспроизводство рабочей силы. Но эти источники существенно трансформируются, и об этой трансформации я вам говорил очень много. Я лишь анонсирую некоторые важные выводы. Я не буду сейчас уходить в детали, которые вы найдете на слайде о перераспределении создаваемой в мире прибавочной стоимости и роли превратного сектора в этой части. Это то, что характеризует специфику современного позднего капитализма, но это то, что немножко выходит за рамки нашей лекции, посвященной предпосылкам будущего. Я анонсирую второй большой блок. Это проблема эксплуатации креативной деятельности. Это та тема, которой я посвящу следующую лекцию. Ну, если у нас не будет интермедии про культуру и образование как факторы движения, точнее, факторы, компоненты прогресса коммунистического общества. Я хотел бы подчеркнуть, что огромная часть тех богатств, которые присваиваются сегодня капиталам, создаются сегодня не только наемными рабочими индустриального сектора. Значительная часть этого богатства создается креативным работникам, креативным классом. Только не тем креативным классом, о котором пишут сегодня и говорят сегодня в средствах массовой информации, имея в виду брокеров, девелоперов, риэлторов, маркетологов, деятелей шоу-бизнеса, звезд и звездочек, эстрады, адвокатов и прочих, менеджеров. Речь идет о массовом социальном слое работников, я бы сказал, рабочих, занятых творческим трудом. Я бы использовал даже категорию творческий рабочий. Таким творческим рабочим является учитель, инженер, программист, ученый, медицинский работник, социальный работник. Очень широкий пласт людей, о которых я уже говорил в предыдущих лекциях. Они подвергаются эксплуатации, но это другая эксплуатация. Творческий работник создает всеобщее общественное богатство. И это всеобщее общественное богатство не является товаром. Оно не является стоимостью. Оно является непосредственно общественным феноменом культуры. Феноменом, точнее, феноменом, принадлежащим всем. Но оно приватизируется частным собственником, капиталом в большинстве случаев, некреативным работником и превращается в товар. В результате продукт творческой деятельности, в частности интеллектуальный продукт, обретает форму частной собственности, интеллектуальной частной собственности. И эта интеллектуальная частная собственность продается на рынке, принося доход собственнику этой интеллектуальной собственности. Основная часть этого дохода не издержки, не прибыль, а интеллектуальная рента. Вот эта интеллектуальная рента становится вторым основным источником богатства, которое присваивается сегодня совокупным классом капитала, концентрируется преимущественно в руках капитала, транснационального капитала, корпоративного капитала и более того не просто транснационального корпоративного капитала, а финансового капитала, сосредоточенного главным образом во странах ядра. Это родина транснационального финансового капитала до сих пор. Да, некоторые изменения происходят в связи с изменением роли Китая и так далее. Об этом мы в самом конце обязательно поговорим. Но вот это противоречие принципиально важно. Два ключевых источника концентрации богатства в руках узкого круга собственников капитала, прежде всего финансового капитала, и инсайдеров транснациональных корпораций. Не и, а и или, они пересекаются сращенно, едино. Это прибавочная стоимость, создаваемая трудом наемных работников, и затем перераспределяемая через каналы монополистической ренты, монополистической прибыли, империалистической ренты и так далее. И второй источник – интеллектуальная рента, в основе которой лежит всеобщий труд творческих работников. И вот как таковой этот продукт оказывается в руках узкого круга новой корпоративной номенклатуры. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы открываем новый YouTube-канал, на котором будут размещаться материалы конференций, семинаров, международных форумов, круглых столов, различных встреч, где люди обсуждают интересные академические, ну и не только академические, в том числе общественно-политические проблемы. Это пространство создается Центром современных марксистских исследований, журналом «Альтернативы», и оно будет несколько дистанцировано от YouTube-канала «Альтернативы», поскольку смотреть ролики продолжительностью в несколько часов, а иногда и много часов, двухдневные итоги конгрессов на YouTube-канале «Альтернативы». Ну, мы сочли, что это не самый лучший вариант. Поэтому, пожалуйста, смотрите канал, где представлены наши круглые столы, семинары и остальные прекрасные научные и общественно-публицистические мероприятия. Думаю, что вам эти материалы окажутся не менее интересны, чем то, что мы делаем на нашем основном канале. Субтитры создавал DimaTorzok